Привет, меня зовут Елена Рассохина, и я хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу некоторых странных, и не очень, событий последних дней. На первый квартал будущего года намечен старт продаж новых телефонов от Nokia, которые недавно представила компания HMD Global, выкупившая права на этот бренд телефонов. В публике были представлены два новых аппарата, Nokia 150 и Nokia 150 Dual SIM, и это будут старые добрые кнопочные телефоны с маленьким несенсорным экраном. Плохой камерой 0,3 мегапикселя, оперативной системой, которая была у Nokia еще в 2005-ом, и батареей, которая в режиме ожидания может держать до 31 дня или до 22 часов разговора. Из, скажем так, новинок в телефон можно будет вставить microSD-карту до 32 гигабайтов, и еще есть разъем для наушников, так что это будет не самый простецкий кирпич, а плеер со средненьким звуком и почти флешка. А рекомендуемая цена на этот телефон 26 баксов, что, конечно, звучит странно в теме о новых телефонах. Я не совсем вижу смысл в этом телефоне, ведь, по крайней мере, у нас в магазинах все еще можно купить старую кнопочную Nokia. Хотя, если на ней будет змейка, это многое меняет. По-моему, сейчас уже слишком много людей привязано к возможностям смартфонов, например, к внятной камере и к тому же интернету. Так что поглядим, возродит ли ностальгия бренд. Натнешься на что-нибудь интересненькое? Скидывай в неновостной котелок. А в Мексике, в устье реки у пляжа Пунта Мальдонадо, в штате Геррера, рыбаки нашли окаменевшие останки акулы. И по предварительным оценкам представителей Национального института антропологии и истории, животное обитало в тех водах от 5 до 1,8 миллионов лет назад. Точно идентифицировать животное пока не удается, потому что извлечена только часть останков. Предположительно, в длину эта акула была 18 метров, но 5 метров, включая голову зверюги, еще не нашли. Одно из предположений, что кости эти могли принадлежать мегалодону. Мегалодон это гигантское курище, которое жило на Земле по разным предположениям от нескольких десятков миллионов до трех миллионов лет назад. Эта рыбина была одной из самых больших хищных рыб и является одним из самых больших хищников в истории планеты, наравне с некоторыми динозаврами. Наверняка же еще есть люди, которые боятся, что на самом деле до сих пор где-то на глубине живет большой и страшный мегалодон. А под радарные новостей все чаще попадают не такие уж и глупенькие воры. В Америке неизвестные хакеры создали полноценную копию передней панели банкомата с рабочим экраном и клавиатурой и нацепили ее поверх обычного банкомата. И выглядит все как ни в чем не бывало. Это не новый вид мошенничества, но ребята, сделавшие это, действительно постарались. А на деле эта штука могла сканировать карту и запоминать пароли, что в будущем могло дать возможность, например, копировать эти карты. Наверняка экран сообщал, что, мол, сорян, денег нет, берите карту обратно. Честно говоря, так себе тема. Как теперь спокойно снимать денежку-то? Ну а напоследок новость от Warner Bros. Киностудия анонсировала, что они таки будут снимать фильм про популярных злодеек DC. Постановщиком фильма будет Дэвид Эйр, тот самый, что создал Отряд Самоубийц. А Марго Робби, которая вновь сыграет Харли Куинн, выступит еще и в качестве продюсера. Адаптацией комиксов для экрана займется Женева Робертсен-Дворед, у которой мы с вами пока еще ничего не видели. Судя по интернетам, она занимается сценариями нового фильма про Лару Крофт, третьего Шерлока Холмса и Трансформеров. Но готовых трудов пока нет. Если вы вдруг думаете, что Отряд Самоубийц же провалился, зачем они будут снимать что-то дальше про Харли, то вы заблуждаетесь из-за разгромной критики, предшествовавшей фильму. На деле кино заработало более 700 миллионов долларов, что сполна купило его бюджет. Главными героинями будут только женские антагонистки DC. И помимо Харли мы наверняка увидим Помеллу Айсли, она же ядовитый плющ, и Женщину-кошку, которая может не такая уж и злая, но дико весит, когда скидывает вещи, просто чтобы посмотреть, как они падают. Никаких графиков относительно фильма с рабочим названием Сирены Готэма пока нет. Зато в описании есть ссылочка на мой инстаграм, а еще ищите меня в автографии. А на этом, пожалуй, все. С вами была Елена Рассохина. Подписывайтесь на Неновости и ставьте лайк этому видео. А я напоминаю, что это шоу выходит благодаря замечательным людям, которые поддерживают нас на поддержи.неновости.ру. Спасибо вам. Пока. И всем удачных выходных! Продолжение следует...